В эволюции каждой души наступает время, когда главной заботой становится уже не выживание физического тела, а рост духа, не достижение успеха в жизни, а реализация «я». В некотором смысле это очень опасное время, особенно в самом начале, потому что сущность, пребывающая в теле, теперь знает, кто она такая. Сущность в теле, а не тело как сущность. На этой стадии, пока развивающаяся сущность достигает зрелости, часто возникает чувство, будто больше вообще незачем заботиться о потребностях тела. Душа так радуется, что ее наконец обнаружили. Разум покидает тело и все заботы тела. Внимание ни на чем не концентрируется. Человеческие отношения откладываются в сторону. Семьи распадаются. Работа отходит на второй план. Счета остаются неоплаченными. Долгое время само тело даже не получает еду. Все внимание и сущности теперь сосредоточено на душе, на заботах души. Это может привести к серьезному личному кризису в повседневной жизни человека. Хотя разум при этом не травмируется. Он витает в облаках. Другие люди говорят, что ты сошел с ума. И в некотором смысле это правда. Открытие истины о том, что жизнь ничего общего не имеет с телом, может стать причиной дисгармонии в обратном направлении. Если в начале сущность действовала исходя из того, что тело – это все, то теперь она ведет себя так, будто тело совсем ничего не значит. Конечно, это неверно. Как вскоре иногда болезненно вспоминает сущность. Ты являешься триединным существом, состоящим из тела, разума и души. Ты всегда будешь триединным существом, а не только пока ты живешь на земле. Некоторые предполагают, что после смерти тело и разум отбрасываются. Тело и разум не отбрасываются. Тело изменяет форму, оставляя позади свою самую плотную часть, но всегда оставаясь в своей внешней оболочке. Разум, не пулась с мозгом, тоже отправляется с тобой, объединяясь воедино с духом и телом, как одна энергетическая масса, состоящая из трех измерений или аспектов. Если ты опять выберешь вернуться к той возможности опыта, которую ты называешь жизнью на земле, твоя божественная сущность снова разделит свои истинные аспекты на то, что ты называешь телом, разумом и душой. На самом деле ты представляешь собой единую энергию, но с тремя разными характеристиками. Когда ты решаешь поселиться в новом физическом теле, здесь на земле, твое эфирное тело, как некоторые из вас его назвали, снижает свои вибрации, замедляет себя от вибраций настолько быстрых, что их невозможно увидеть, до скорости, которые производят массовую материю. Эта реальная материя является созданием чистой мысли, работой твоего разума, высшего ментального аспекта твоего триединого существа. Эта материя представляет собой соединение триллионов, миллиардов, миллионов различных частиц энергии в одну большую массу, управляемую разумом. Твой разум в самом деле владыка. Когда эти крохотные энергетические частицы растрачивают свою энергию, они отбрасываются телом, а разум вырабатывает новое. И все это разум создает из своей непрерывной мысли о том, кто ты есть. Эфирное тело, так сказать, улавливает мысль, снижает вибрацию еще большего количества частиц энергии, в некотором роде кристаллизует их, и они превращаются в материю. Все клеточки твоего тела обновляются таким образом каждые несколько лет. В буквальном смысле слова, ты уже не тот, каким был несколько лет назад. Есть ли у тебя в голове мысли о болезни и недугах, или постоянный гнев, ненависть, негативный настрой, то твое тело постепенно переведет эти мысли в физическую форму. Люди заметят эту негативную больную форму и будут совершенно справедливо говорить, и это совсем другой человек. Душа наблюдает за тем, как разыгрывается вся эта драма год за годом, месяц за месяцем, день за днем, миг за мигом, и всегда хранит истину о тебе. Она никогда не забывает проект, изначальный план, первую идею, созидающую мысль. Ее работа состоит в том, чтобы время от времени заставлять тебя передумать, то есть в буквальном смысле передумать, и снова вспомнить, кто ты есть, а затем выбрать, кем ты хочешь быть сейчас. Так цикл творения и опыта, создания образов, их осуществления, познания и роста в неизвестное продолжается. О, есть еще многое, что нужно объяснить. Очень многое. Но в одной книге это невозможно. Может быть, даже и в одной жизни. Но ты уже начал, и это хорошо. Просто помни об этом. Как сказал ваш великий учитель Уильям Шекспир, есть многое на свете, друг Грацио, что и не снилось нашим мудрецам.